В Междуреченске состоялось очередное заседание Совета народных депутатов. На повестке вопрос о городском бюджете на 2019 и на плановый период 2020 и 2021 года. Особое беспокойство вызывает бюджет горбольницы, а точнее долги. С докладом выступил главный врач Степан Ронзин. Он знает, как вывести больницу из кризиса. Одно из решений – правильно расходовать средства. Кредиторская задолженность, дефицит специалистов – это поправимо, сказал главный врач. Изучил проблемные места, решение нашел. Первый шаг, по словам Ронзина, научиться правильно тратить, а еще лучше грамотно планировать расходы. Где экономить – знает. Кадры – вопрос отдельный, рассказал депутатам о действиях по привлечению. Есть муниципальная программа. А с 2019 в Кузбассе начала действовать новая мера. Врачи дефицитных специальностей, которые впервые трудоустроятся в государственную медорганизацию, могут претендовать на миллион рублей. Междуреченск направил в область предложение по расширению этого списка. Большая часть доклада главного врача была посвящена развитию здравоохранения. За процессом внедрения новой модели амбулаторно-поликлинической помощи продолжим следить. Быстро перечислю то, что мы сейчас делаем в поликлинике. Это проектное управление во всех подразделениях поликлинических. 28 числа предыдущего месяца стартовал проект Бережливой поликлиники. Сейчас ведется анализ кортирования по всем принципам, по всей методологии. Во всех поликлиниках созданы проектные офисы. Мы смотрим, где у нас в потере времени неправильная организация потоков, почему у нас пациент ходит по траектории звездочки, зачастую теряя часы там, где можно обойтись минутами. То есть это выделение отдельных кабинетов получения больничных, это отдельные кабинеты доврачебной помощи. Это все понятные механизмы, которые многие регионы уже прошли. Сейчас мы их внедряем. Одна из новинок Ронзина – палеотивная помощь или наблюдение за смертельно больными. При поликлинике по бульвару медиков открыт спецкабинет. В 2020-м планируется открыть стационарное отделение на 10 коек. Главный врач ответил на вопросы депутатов. Их интересовала, например, покупка нового оборудования. Ронзин пообещал обновки в первую очередь в хирургическое и реанимационное отделение. Спросили, с чем обращаются междуреченцы. Статистика есть. 50% вопросов можно решить в ручном режиме. В большинстве это жалобы на специалистов. И только 30% – системные.